Уважаемые студенты четвертого курса мы продолжаем изучение темы простите курса новейшая история стран запада и на прошлом занятии мы с вами говорили о странах западной европы после второй мировой войны сегодня следующая лекция на тему страны центральной и восточной европы после второй мировой войны мы рассмотрим несколько вопросов первый это германская проблема после второй мировой войны падение берлинской стены и государственное воссоединение германии второй вопрос страны восточной европы период сталинизма третий кризисы в странах социалистического лагеря это события в венгрии чехословакии и польши и наконец четвертый вопрос бархатной революции в странах восточной европы распад югославии таким образом цель нашей сегодняшней лекции рассмотреть ситуацию странах центральной и восточной европы после второй мировой войны поговорить о развитии этих стран об особенностях социально-политической экономической ситуации в странах в восточной европы обсудить вопросы кризиса кризиса в странах социалистического лагеря это венгерские события 56 года чехоладский 68-69 и польские начала восьмидесятых а также затронуть проблему бархатных революций в странах восточной европы и немножко если успеем поговорить о распаде югославии итак рекомендуемую литературу к этой теме есть учебник германия в новое не решивое время том 2 москва 70 год издания есть общий такой общая монография стецкевича социалистические страны европы москва 77 год издания и есть книжка история стран центральной юго-восточной европы двадцатого века москва 97 год издания и есть довольно большой раздел посвященный странам социалистического лагеря в книге мир двадцатом веке учебное пособие москва 96 год издания также на русском языке издана книжка лидера сдпг и одно время канцера германии вилли бранта под названием демократический социализм москва 92 год издания есть книга немецкого историка хайцера гдр исторический очерк москва 72 год издания но и есть несколько статей в журналах сср страна восточной европы эволюция крушение политических режимов журнал истории ссср 91 год номер 1 жилицки венгерский исследователи венгрии 56 года новая новейшая история 92 год номер 3 князев югославия почему не может кончиться война поиск 91 год номер 47 ну и также есть биографии иосифа брости то автор гиренко новая новейшая история 90 год номера 2 3 и биография климента готвальда фирсова автора журнал новая история 86 год номер 4 это все о литературе а теперь давайте посмотрим на события в германии после втором мировой войны дело в том что фрг западная германия эта часть западной европы гдр германская демократическая республика которая образовалась в советской восточной зоне оккупации германии она относилась территориально географически политически к идеологических странам восточной европы к странам социалистического лагеря поэтому события в германии это своеобразный мостик между событиями так сказать и развитием стран западной европы и стран восточной европы вообще германия вместе с австрией считают такой центральной европейской страной о том что было в австрии мы знаем там до 55 года доставили советские войска потом был подписан мирный договор войска были выведены Австрия обязовалась не уступать никакие военно-политические блоки да вот а на территории германии в западной части там была образована три зоне три зоны оккупации были французская английская и американская а в восточной части так сказать была советская зона оккупации и там был советский военный комендант управлял вот там была очень мощная группировка советских войск гсвг группа советских войск германии и вот в 1949 году происходит разделение германии в западной зоне оккупации 23 мая 49 года была образована федеративная республика германии там была в начале сентября утверждена конституция избрана президента фрг но важнейшую роль в германии играет не президента канцер и первым канцером фрг с 1949 по 63 годы был выдающийся немецкий политик конрад один ауэр настолько лишь даже нашу первый президент считает его одним из своих политических учителей миссис ли конью и он франклиан розультом и так канцерство конрада один ауэр 49 и 63 годы в ответ на образование фрг в восточной части германии в советской эвакуационной зоне 7 октября немецкий национальный совет прогласил образование гдр германской демократической республики а президентом здесь стал отто гроте воль 1955 году фрг вступила в оон и нато до конца 60-х годов политической жизни федеративной республики германии довинировала партия христианско-демократический союз но с 69 по 82 годы у власти находилось коалиционное правительство сдпг свдп сдпг это социальная демократическая партия германии свдп это свободная демократическая партия и канцлером германии в этот период был вилли брандт глава социнтерна и инициатор новой восточной политики при которой вот фрг признала гдр как стать были хорошие отношения с советским союзом были проведены первые трубопроводы из советского союза в европу в германию вот в 82 98 годах правительство фрг формирует канцер гельмут коль лидер христианское демократического союза а вот и начинается кризис в конце 80-х годов в гдр 18 октября 89 года в холостапку лидер гдр эрих хонекер а 9 ноября 89 года прессово грандиозное событие была разрушена берлинская стена и как завершение этого процесса 3 октября 1990 года происходит объединение германии воссоединение государственной страны путем вхождения земель гдр в фрг то есть фактически фрг поглотила гдр и стала потом подтягивать до своего уровня но особенно в экономическом плане а вот сдпг вновь вернулись к власти в девяносто восьмом году канцлером был герхард шрёдер вот ну из 2006 года до сих пор канцлером фрг является ангела меркель а мы возвращаемся к странам восточной европе европы период конца сороковых середины 50-х годов в странах восточной европы можно называть временем сталинизма складываются тоталитарные режимы государственная система перестраивается по советскому образцу в общем парламентская система была такая достаточно дегративная все властные полномочия переходили к исполнительным органам власти действующих под контролем управлением партийных комитетов компартии а я уже говорил что здесь партии могли называться совсем по-другому польша допустим пор польская объединенная рабочая партия венгрии венгерская рабочая партия но все все это были как бы коммунистические партии но просто по-другому названными да сужала сфера местного самоуправления кое-где сохранялась формально многопартийность ну там партии назывались социалистическая там социал-демократическая крестьянская партия там и так далее а в экономике начались социалистические преобразования копировавшиеся с советской модели тоже как в советском союзе в 20 30-е годы коллективизация индустриализация арест священников там и так далее правда несколько иная ситуация складывалась в югославии в начале 50-х годов лидеры компартии югославии начали построение так называемой югославской модели социализма отказа произошел от коллективизации сельского хозяйства передачи прав собственности других сферах народного хозяйства трудовым коллективом праве ранее системы производства территориального самоуправления и так далее развитие югославии в рамках самоуправленческого социализма было неоднозначным сопережено с незавершенностью отказа компартии от геймонии нарастанием бюрократизации экономических проблем и ростом этнонационализма и еще у югославии сложились очень неоднозначные в общем-то откровенно плохие отношения с советским союзом во многом это зависело от плохих личностных отношений между лидером советского союза и усилом сталина и лидером югославии иосипом брустита брустита это боевой генерал-полководец который командовал югославским сопротивлением и надо сказать что югославия практически сама себя освободила от германских фашистов и поэтому иосип брустита не считал себя чем-то сильно обязанным а сталина у них началось такое своеобразное личностное соперничество которое бы было так сказать перенесено и на государственный уровень вот это распространялась на сферу идеологии спорта там и так далее так далее за поражение сборной югославии по футболу сборной ссср была расформирована так сказать и так далее так но смерть сталина стала новым рубежом развития восточной европы начавшиеся начинавшиеся в советском союзе процессе десталинизации оказали неоднозначное влияние на регион с одной стороны в середине 50-х годов были прекращены массовые репрессии начала началась амнистия части политзаключенных с другой стороны продолжалось ухудшение экономической ситуации как следствие непродуманной идеологизированной социально-экономической политики предыдущего периода а кризис первый кризис крупный были небольшие кризисы в конце 40-х годов начале 50-х в гдр и так далее но мощный очень сильный кризис случился в 1956 году в венгрии а разоблачение культа личности сталина в докладе хрущева на двадцатом съезде стало широко известно в европе что ускорило процесс оформления ортодоксальных и реформаторских фракций в центре компартии вот прошло оживление политического движения масс ну и наиболее трагично события развивались в польше венгрии и чехословакии и так в польше весной летом 56 года прошли на забастовки даже вооруженные столкновения так сказать с бастующими но и параллельно с польским кризисом развивали сходные события в венгрии здесь была попытка отстранить от власти догматического такого сталинского руководителя венгрии ракоши это удалось сделать в конце лета но во главе коммунистов венгерских оказался гирио который ничем не отличался от ракоши по сути дела с другой стороны в партии складывался центр протяжения реформаторских сил им стал им ринать вот и 30 октября 56 года после вывода советских подразделений из будапешта вот оппозиция анти коммунистическая антисоветская взяла штурму горком венгерской партии труда многие погибли члены горкома а в стране началась открытая гражданская война вот и это было объявлено как контрреволюционный мятеж и правительство надя даже пыталась обратиться к нато с просьбой показания военной помощи и в этой ситуации 1 ноября 56 года советское правительство принимает решение военной интервенции большую роль в этом сыграл андропов который в этот момент был послом советского союза венгрии советская армия при поддержке социалистической рабочей партии венгрии возглавляемая нашим кадром начинает бои так стать с группировками которые сплотились вокруг им гренаде вот и бои с венгрией поражались несколько дней было образовано новое правительство яныша кадра а вот и в общем-то венгерским властям удалось несколько стабилизировать обстановку хотя венгрию покинула до 200 тысяч граждан а вот и правда имена члены приставили казнены и правда некоторые рядовые члены мятежа амнистированы а в 64 году советском союзе начинает заканчивается оттепель брежневского руководства начинают отход от политики либерализации вот и происходят события в чехловакии здесь был смещен с поста первых старей сталинистов новодный новый руководитель партии дубчик начинает политику демократизации провозглашает социализм человеческим лицом вот и в конце лета 68 года руководство овд принимает решение о вторжении в чехословакию а войска союзников по воды вошли на территорию чехолаки в ночь на 21 августа а вот и таким образом вот эта пражская весна была подавлена вот удалось сместись по старых руководителя коммунистической партии чехии дубчика главой партии стал густав гусак подобный кризис в начале 80-х годов пережил переживает польша но здесь правда польского руководства во главе с войсоком ярузельским оказалась отвода войск овд вот и тогда уже начал активно действовать профсоюз солидарность во главе с лехом валенцией будущим первым президентом польши ну и затем в середине 80-х годов происходит политика перестройки в ссср так сказать и в странах восточной европы происходят так называемые бархатные революции где к власти пришли в общем-то социалистические оппозиционные силы вот и нет времени говорить совершенно о югославии да вопросы для закрепления в чем сущность германской проблемы что вы знаете о кризисах странах восточной европы как вы особенности развития югославии что вы знаете о бархатной